В прошлом году, после начала специальной военной операции, буквально через месяц, 24 марта 2022 года, на сайте Атлантического Совета публикуются материалы «Хотите навредить Путину, поддержите утечку мозгов из России». Понятно, для чего они печатают это, инструкции, наставления, как действовать в Атлантическом Совете, как все страны, как участникам НАТО в этой деятельности. Соответственно, что они сказали, небольшой третий сам приведу. На марте 2022 года они писали, что с начала СВО иммиграция из России значительно увеличилась и составила, наконец, с марта 2022 года около 200 тысяч человек, из которых многие с высшим образованием и были задействованы в технологическом секторе. также они приводят оценку России на основании исследования Организации экономического сотрудничества и развития ОСК. Что они пишут и как они нас оценивают, наш потенциал, что они и дальше говорят. Что у нас 96% россиян, как минимум, имеют среднее образование. Россия вторая по величине страна с уровнем высшего образования в сравнении со странами-членами ОСР на 2018 год. Первое место Корея, а всего там 38 членов. Кстати, России в 2014 году отказали членов организации, в 2011 году Россия подарила заявку, но с начала Крымских событий в 2014 году сразу же отказали членов. Смотрим дальше. Россия имеет один из самых высоких показателей получения высшего образования среди стран ОСР. На 63% среди 23-летних, 20-30 лет, 25-34 летних по сравнению со средними показателями ОСР. И там 64% в мире. На уровне бакалавриата наибольшую долю новых компьютерных приходится на область естественных наук, технологий, инженерии и математики. 35%. Что является вторым по величине показателем после Германии по сравнению с 20 лет. По сравнению с 27% в среднем по странам ОСР. Далее. На первом уровне магистратуры 36% новых индустриентов поступают в область здравоохранения и социальной обеспечения. И 25% в область степ. Это естественные науки, технологии, инженерии и математика. Далее. Около 700 тысяч человек занимаются исследованием и разработкой разработками, что является четвертым показателем после США, Китая и Японии. При этом более 60% задействованы в исследовании области технических наук. Около 20% в области естественных наук. Ну и что интересует США, какие специалисты их интересуют? Специалисты, которые заняты в создании оружия, направленные энергии, рельсовые оружия, гиперзвуковые транспортные средства, беспилотный подводный аппарат, искусственный интеллект, малый космический корабль, робототехника, автоматизированное управление, информационные телекоммуникационные системы, информатика, распознавание образов, информационная безопасность, нанотехнологии, инженерии. Поэтому они не скрывают, что критически важная для них технология для оборудованных сил США – это гиперзвук, искусственный интеллект, автоматизированная система. Поэтому они заинтересованы, чтобы наших специалистов переманялись к себе. И, соответственно, было предложено в марте 2022 года, как увеличить отток таких специалистов из сферы IT к себе в страну. То есть, там один из вариантов был упрощить въезд, упрощить визовый режим, упростить программу адаптации по уровням с третьим, с второго уровням. В общем, все, открыть ворота, чтобы люди только к ним ехали. Поэтому на сегодняшний день тема сохранения кадров очень актуальна. Ну, не буду говорить, что на этом фоне была развернута информационная кампания, пропагандистская кампания Запада, чтобы спровоцировать и верхний Ларс, и все остальное, и по другим каналам утечку наших возможностей. И, как заявляют в политическом совете, переманила лучших специалистов России в этих областях не только по стимуловой экономике США за счет перетока новых навыков и инноваций, но и принесла бы пользу интересам национальной безопасности. Итак, вот, а насколько мы действуем в интерес к национальной безопасности, как мы можем подготовить наших кадров, наших специалистов информационной безопасности, чтобы они были национально ориентированными специалистами, чтобы мы все могли ориентироваться на стратегию национальной безопасности. Кстати, очень интересный, очень хороший документ, который был обновлен в 2021 году. Потому что я с предыдущей версией работал очень плотно и лучевым в 2021 году, и там я скажу, как бы, маяк очень хороший, очень яркий, показывает нам арбатор, где плыть, что делать, но нам надо это просто делать. И, кстати, в этой стратегии написан ряд стратегических задач в области именно и развития нашего научного потенциала и подготовки кадров в сфере информационной безопасности и, в целом, направленных на понятие научного потенциала страны. Останавливаться на них не буду, просто почитайте, они среди задач, пока же из национальных приоритетов прописаны. Вот поэтому, дорогие друзья, на сегодняшний день перед нами стоит важная задача по подготовке на федеральном, региональном и муниципальном уровне национально ориентированных иниверсальных кадрах, способных действовать в условиях сопровождения определенности и разноплатного информационно-психологического действия. А как это делать и что нам предстоит делать? Нам это необходимо обсуждать и не только обсуждать, как коллега говорил, не только действовать последовательно, но и параллельно обсуждать, искать пути решения и действовать. И параллельно это внедрять, продвигать, несмотря ни на какие препятствия, где-то, может быть, даже больше в инициативном порядке, в такие времена, но надо друзья что-то делать, иначе мы просто проиграем.